Севастопольская региональная благотворительная общественная организация Центр духовно-патриотического просвещения имени адмирала Нахимова приступила к работе над проектом «Честь и верность. Генерал Татлебин», который продолжает цикл работ о почетных гражданах Севастополя и ярчайших страницах истории города первой обороны 1854-1855 годов. Как, используя интерактивные методы подачи информации, заинтересовать и вовлечь в проект молодежь, мы пригласили рассказать Наталью Гарматей, председателя Севастопольской региональной общественной организации Центр духовно-патриотического просвещения имени адмирала флота Павла Степановича Нахимова, руководителя проекта «Честь и верность. Генерал Татлебин». День добрый, Наталья Викторовна. Добрый день. Проект об адмирале Кислинском, который вы реализовали в прошлом году, прошел с успехом, был интересен очень многим. Поэтому, не задумываясь, вы приступили к следующему этапу, написали грант и получили одобрение. Да. Я хотела просто сказать, что я так думаю, что мы добились такого успеха именно потому, что обратились к такой теме, которая на самом деле очень актуальна, серьезна, и к ней мы почувствовали в процессе работы с первым проектом интерес. Интерес как учеников, так и преподавателей. Потому что, если мы вернемся чуть-чуть назад и вспомним постановление Верховного Совета СССР в 1965 году о присвоении нашему городу звания города-героя, то там написано совершенно четко в этом постановлении за мужество и героизм жителей Севастополя. А корни этого мужества и героизма, они как раз и находятся в том времени, о котором идет речь в наших двух проектах. Поэтому мы решили, что это будет интересно, важно и этим нужно заниматься. То есть насколько важно выбрать тему? Это абсолютно точно. Действительно, тема выбрана актуальна, тема выбрана, как оказалось, очень интересная. И хотела бы еще сказать, что вот наш первый проект, где шла речь и создан фильм о Кислинском, ведь о Кислинском очень мало было известно на тот момент, когда мы приступили к работе над проектом, как о Герои обороны, как о почетном жителе Севастополя. И поэтому мы решили продолжить эту же тему, то есть первой обороны, и продолжить разработку вот этих самых интерактивных методов, донесения этой информации для ребят, для школьников. Каким же будет следующий проект? Следующий проект будет как раз вот о генерале Татлебине. Но этот проект, который мы начали, он, во-первых, является продолжением первого предыдущего, а во-вторых, я хотела бы сказать о том, что малый объем информации получали наши ребята в школах, потому что не стало Севастополя-Видне как основного предмета в школах, он преподается факультативно. И вообще часы, вот мы изучив, проанкетировав ребят, и изучив объем тех часов в школьной программе, которые посвящены первой обороне, пришли к выводу, что эту информацию надо, объем ее расширять и доносить до ребят более активно. Наталья Ильинина, а вообще с чего начинается старт этого проекта? Сначала сбор информации, сначала есть заинтересованная, увлеченная группа преподавателей, представителей общественной организации. Да, совершенно верно. Я хотела бы сразу же отметить, что, во-первых, у нас появилось больше партнеров в этом проекте, потому что если в прошлом проекте было всего два партнера, это библиотека и наше Севастопольское кадетское училище президентское, то в этом году к нам подключились еще и Институт развития образования, что, конечно, для нас очень важно, потому что они помогли нам проанализировать всю нашу прошлую работу, сделать выводы. И таким образом наш проект, который мы уже, собственно, начали, ведем и уже проводили мероприятия в рамках этого проекта, он отличается от предыдущего. Чем? То есть он не будет дублировать практически? Нет, абсолютно. Дело все в том, что мы расширили рамки тем наших вот этих интерактивных игр, и мы включили в эту тематику еще и тематику краеведения. И, конечно, очень благодарны сотрудникам Херсонеса, которые помогли нам разработать онлайн-занятия, очень интересные, с показом слайдов, с показом различных... А вот сейчас как раз идут кадры. Наши телезрители видят. Да, это как раз вот то, о чем мы, значит, занимались с ребятами, которые... Вот, это, знаете, это очень благодарная публика, потому что это отдаленные районы, села там Первомайское, Хмельницкое, и там учителя, библиотекари и клубные работники собрали нам замечательную детскую аудиторию, которые играли с удовольствием, потому что действительно было очень интересно разработаны эти все игры, которые назывались во все века «Ты прекрасна». Это было... Мы проводили в марте, это был женский день, посвящен отношению к женщинам в древнем Херсонесе. Вот, и так далее. Но самое интересное, это то, что проводили мы эти игры вот в этих отдаленных селах и школах Балаклавского района. И это было очень приятно. Почему? Потому что сотрудники нам помогающие, помогавшие в этой программе, это те же библиотекари, это те же учителя, они мало того, что использовали наши наработки, они еще добавляли свое. Ну, например, давайте вот к этому квесту добавим еще какие-нибудь различные викторины или какие-то вот такие интересные моменты. Это, конечно, говорит о том, что это все востребовано, это все нужно, и это, конечно, очень давало нам, так сказать, заряд на продолжение этой работы. Это первое. Второе, что я хотела сказать, это то, что, конечно, вот наши замечательные партнеры, это сотрудники библиотеки имени Толстого, они помогают нам разрабатывать эти квесты, помогают разрабатывать нам различные викторины, квизы. И хочу сказать, что вот недавно у нас прошла с участием школы, которая тоже, кстати, является нашим партнером, школа номер 4 Аслана Кисаева, мы, значит, с помощью сотрудников библиотеки провели чудный квест, который называется «Художники и писатели о Крымской войне. Эпопея, героем которой был русский народ». Вот сейчас, по-моему, должны пойти фотографии как раз из этого, этой игры. Ребята с удовольствием занимались этим. И, знаете, вот когда мы проводим эти мероприятия, мы, вот это вот мероприятие, которое было в библиотеке, это ученики восьмого класса, замечательный руководитель, который наш партнер уже второй год и в этом проекте, это Лена Михайловна Каноненко. Вот, и проводили вот мы это мероприятие. И ребята отгадывали вопросы, играли в викторину, собирали пазлы и были в конце работы, в конце этого занятия поощрены, естественно, всякими разными сладостями. Но программы-то я уже не говорю, потому что это обязательно часть нашей работы. То есть Татлебин – это не только вот герой этого проекта? Нет, не только. Это часть? Это часть, это часть этого проекта. И я сразу же хочу сказать, что в завершении, вернее, вот той части, о которой я хотела сказать, что мы разрабатываем, продолжаем разрабатывать различные интерактивные игры и викторины, и онлайн-занятия. И я хотела бы еще дополнить, что для того, чтобы преподавателям было проще у себя в школах организовывать подобные мероприятия, сотрудниками нашей команды разработаны вот такие вот методические рекомендации, которые будут распространены через определенную систему среди преподавателей школ этого города. Здесь очень подробно расписана сама технология создания такого квеста и дан пример. То есть можно все разобрать. Наталья Викторовна, когда ребята приходят, это чистый белый лист или они все-таки знают историю, они знают имена, что-то их интересует и цепляет? Вы знаете что? Вот наше предварительное анкетирование, которое мы проводили в первом проекте, оно, конечно, вскрыло совершенно… Белые пятна в образовании. Белые пятна в образовании. Почему? Потому что ответы были, конечно, очень… Не хотела бы их повторять, но это сказывается вот маленький объем, который в школьной программе на эту тему отведен. Это первое. А второе – это то, что это анкетирование, вот, кстати, тоже положительный момент, который мы взяли за основу и в нашем этом втором проекте, это то, что дети заинтересовались подобной информацией, потому что вот эти уроки, которые мы проводим при помощи квестов, квизов, онлайн-занятий, они позволяют детям включиться в творческий процесс, они позволяют включиться детям в познавательный процесс, и мы видим, что это им интересно, потому что тоже анкетирование говорит о том, что да, мы с удовольствием хотели… На один из вопросов они отвечали. Мы с удовольствием хотели бы заниматься историей. Мы считаем, что это нужно, что это важно, и мы хотим это знать. Вот это, собственно, и нас воодушевило продолжать этот проект. То есть дать такую интересную, вот такую интригу, да, а может быть ответ стоит, чтобы они сами нашли, если им это интересно, уже размотали этот клубочек. А вот вы знаете, что вот эти как раз наши квесты, составленные при помощи сотрудников библиотеки имени Толстого, они как раз и способствуют тому, что дети на полках отыскивают книги, на вопросы, которые в квестах им задаются, находят нужную страницу, зачитывают нужный ответ. И это так интересно. Почему еще важно и нужно? Потому что в этом процессе мы привлекаем детей к книге, потому что хотим показать, что информация есть не только в интернете, а что ее можно найти в книге. И поэтому это еще вот одна такая немаловажная задача, которую мы решаем в процессе. И для того, чтобы продолжая рассказывать о технологии, о методичке, которую мы разработали для преподавателей, я хотела бы сказать, что отличие этого проекта еще и заключается в том, что мы издадим опять-таки в помощь преподавателю свой сборник, который Центр Нахима выпускает уже много лет, который будет называться «Город-герой. Неизвестная страница. Специальный выпуск». Для специалистов именно. Для преподавателей именно по теме первой обороны. И будет очень много статей, которые будут касаться именно Тлебина. Там будут даваться очень интересные, потому что были обнаружены документы, и они публикуются в этом нашем сборнике о биографии Тлебина, которая мало может быть кому известна. Ну а сборник выпускает наша издательская группа, в которую теперь входят все те сотрудники, в основном которые и раньше занимались выпуском сборника. В этом сборнике 22 статьи, которые будут посвящены, которые посвящены первой обороне, и он может являться подспорьем для учителей, которые задумывают, например, у себя в школе провести или сделать тест на тему первой обороны. Но он будет доступен? Конечно. Как доступная информация, именно как адаптированная, чтобы если возьмет ее ученик в руки, он же разберется в этом вопросе? Да, именно вот эти все статьи. У нас было такое требование к этим авторам, к нашим авторам, которые, кстати, включают и сотрудников архивов, и сотрудников музеев, и просто людей, которые вообще интересуются историей краеведов. Кстати, хочу сделать такую небольшую рекламу этому сборнику, потому что в нем впервые будут опубликованы воспоминания, которые были изданы в 1905 году, еще на тот момент, живых участников первой обороны. И поскольку этот двухтомник, который, кстати, есть у нас в морской библиотеке, он написан старославянским шрифтом, то наши авторы адаптировали его к современному шрифту. Некоторые воспоминания из этого сборника, что очень ценно, они будут находиться в нашем журнале. И еще я хотела бы, конечно, выразить благодарность нашему клубу авторов, которые существуют уже от сборника к сборнику, от выпуска к выпуску. Это и Анжелика Фисенко, и Шипенко, и Лешук, и Терещук Наталья Михайловна, и Медведев, и Морозов. Так что большое спасибо. Я надеюсь, что у нас сотрудничество будет дальше продолжаться. И еще, конечно, будет запланирована, по итогам этого проекта будет запланирована большая конференция, на которой будет проведена презентация и этого сборника. Он будет выпустен достаточным тиражом, и все школьные библиотеки получат обязательно экземпляры этого сборника. И не только. Школьные библиотеки вообще по окончанию проекта будут устроены облаготворительные акции, в результате которой мы раздадим эти издания во все учреждения и библиотеки, и школьные учреждения города. И еще одна отличительная особенность, одна отличительная особенность от предыдущего проекта. Конечно, мы будем снимать фильм о Татлебене, и у нас съемочная команда все та же, что автор сценария Анжелика Фисенко, Варлагин, Вячеслав будет оператором этого фильма. Но по просьбе преподавателей школьных мы решили выпустить два варианта этого фильма. То есть один такой вариант, ну не больше 80 минут, для того, чтобы преподаватели могли его использовать на уроке. И большой документальный фильм тоже вот примерно где-то в районе 40 минут, который мы надеемся показать у вас. Я думаю, что это мы все увидим. Но а как идет подготовка? Как идет работа над этим фильмом? Возникают ли какие-то трудности? Об этом мы спросили самого режиссера Вячеслава Варлагина. Давайте послушаем. Процесс создания фильмов, он везде одинаков и постоянен. Поэтому, по сути, надо соблюдать просто технологию производства фильма. Однако в этом фильме мы вводим элемент реконструкции. Сценарист написал два эпизода с художественной реконструкцией, которые мы будем снимать в процессе производства фильма. Ну вот вы сказали, что фильмы идут по шаблону, да? Не пропадает ли интерес? Ну как по шаблону? Есть просто стандартная процедура создания фильма. Это и процесс исследования, процесс написания сценария, подбор референсов, создание режиссерской экспликации. А в каждом фильме, конечно же, ну каждый фильм он уникален. Потому что каждая судьба, которую ты раскрываешь в документальном фильме, она по сути уникальна. И мы же сталкиваемся с непростыми судьбами. Мы работаем с судьбами, которые способны изменить человека после просмотра этого фильма. Заставить его задуматься, всколыхнуть в нем какие-то хорошие, а может быть плохие чувства. Меня очень привлекает в создании именно исторических, скажем так, патриотических фильмов то, что каждый герой, о котором мы снимаем фильм, вызывает восхищение, порой удивление своим жизненным путем, своими поступками. Потому что когда видно сразу, когда человек ставит свою жизнь выше своих интересов, что в нашей жизни очень редко случается. Потому что вот те фильмы, которые мы делаем, а я люблю эпоху до-послевоенную, после Великой Отечественной войны, и все, что было раньше, люди совершенно иные. Они никогда не задумывались о собственной выгоде. Они делали свои поступки, совершали свои поступки, в первую очередь для своей страны, для своих людей. Какие трудности сегодня вы испытываете при съемках фильма? У нас нет трудностей. Единственная трудность – это время. Вот времени никогда не хватает, чтобы сделать именно так, как ты хочешь, чтобы полностью погрузиться в эпоху, полностью прочувствовать героя и раскрыть его перед зрителем. Хронометраж стандартный, хронометраж документального кино стандартный – 26 минут. Но, как правило, материала бывает больше от снятого, очень достойного и интересного. Вот как здесь обойтись? Идти строго по сценарию и ничего лишнего? Для того, чтобы сделать хорошее кино, надо уже в процессе постпродакшена убирать все лишнее, то, что мешает сценарию. Если появились какие-то новые интересные факты, которые двигают сценарий вперед, которые вызывают интерес зрительский, вызывают зрительские эмоции, их надо оставлять. И наоборот, то, что казалось в сценарии супер, восхитительным, но когда ты смотришь на тайм-линии, и это вызывает отсутствие интереса, и кажется скучным, лучше это безжалостно удалять. Наталья Викторовна, вот Вячеслав сказал, что только время необходимо и та самая трудность, которую должны преодолеть. Но вы говорите еще о финансировании. Да, конечно. Вы знаете, я вот подумала о том, что вы замахнулись на вот эти фрагменты игрового кино, а ведь это игра севастопольских актеров. Я знаю, что пишет монологи Татлебина и Меншика, Татлебина и Нахимова, пишет Виталий Надышин. А играют актеры. Для этого нужно дополнительное финансирование? Или все-таки наши севастопольские артисты решили безвозмездно? Вы знаете, что мы, конечно, будем очень благодарны актерам, если они в данной ситуации будут волонтерами нашего проекта. Но в то же самое время мы не сидим сложа руки, и я надеюсь, что мы сможем найти кого-то из спонсоров, как раньше говорили, то есть из наших партнеров, кто поможет нам. Во всяком случае, я не буду заранее раскрывать карты, но мысли такие и планы у нас такие есть. И знаете, я хочу еще сказать, почему важно включать в подобные образовательные, просветительские проекты обязательно какие-то видеоматериалы, вот как мы делали в первом варианте, в первом проекте фильма «Кислинском». И сейчас вот будем делать этот фильм. Знаете, у нас же дети в основном сейчас, они визуальщики, они сидят в телефоне, они смотрят, смотрят очень много информации. И поэтому для того, чтобы донести эту информацию до ребенка, до ученика, включить его в образовательный процесс, нам очень помогают эти фильмы. И об этом говорят все преподаватели. Потому что вот именно этим и вызвана их просьба сделать как бы два варианта этого документального фильма. Один вариант такой маленький укороченный, который можно было бы включить в урок. И второй вариант – это, конечно, тот, который будет создан в итоге. Конечно, для ребят иллюстративный материал, он очень большую роль играет. Психологи, говоря о патриотическом воспитании, рассуждают на тему, что можно… Вот дети не запоминают, да, начало, окончание войны. Можно сколько угодно раз повторять, и кто не захочет, тот никогда в жизни не услышит, не запомнит. Но если, говорит, поставить священную войну Александрова, когда с первых аккордов вставай, страна огромная, мороз по коже проникает, продирает до костей, то и звучит о том, что какая сила, какая мощь, и мы должны выстоять и победить, то, естественно, процесс пойдёт гораздо быстрее. Естественно. И будет иметь результат. И будет иметь результат. Абсолютно с вами согласна. И ещё я всё-таки хотела бы подчеркнуть, что, понимаете, дети у нас на уроках плохо концентрируют внимание. И бывает, что просто устают от обилия информации, которые учитель должен выложить в течение вот этого короткого времени 45 минут. А тогда, когда мы их в такой лёгкой игре, в лёгкой такой вот викторине, причём им даже весело, они начинают обсуждать ответы. Поднимая при этом серьёзные темы… Да, безусловно, поднимая при этом серьёзные темы, мы вовлекаем их в изучение истории. Причём это у них получается, это творческий процесс. Потому что вот, например, когда мы закончили первый проект, то ребята откликнулись тем, что… Как вот они на подачу нашей информации о первой обороне откликнулись? Они решили сделать у себя в школе выставку творческих работ. То есть это была фотография, например, памятника и информация о том, кому памятник, в связи с чем, кто автор, кто скульптор, где памятник находится. Ребята эту информацию искали сами и делали в школе выставку. Это тоже как бы обратная связь. Это тоже говорит о том, что наша работа не пропадает зря. А что вот ребят интересует? Например, Эдуард Татлебен, граф, генерал-адъютант, военный инженер, почетный житель Севастополя, или, может, девчонкам больше любовная, семейная такая линия, что все-таки у него один сын и 12 дочерей было. Что ищут, что их интересует? Вы знаете, что, если честно сказать, то их, конечно, вот эти моменты личной жизни, потому что, в общем-то, основную информацию о том, кто такой этот Татлебен и чем он занимался в период первой обороны, ребята знают. И именно поэтому, что мы такую информацию даем биографическую, очень расширенную, раскрытую. И тут я хочу сказать большое спасибо Павлу Михайловичу Лешуку, который эту информацию собрал, и мы его большую статью поместили в журнал. И вот тут-то как раз-таки в нашем сборнике и будет интересующая, в основном, девочек эта информация. А мне очень понравилась именно история, которую рассказывает Людмила Денисова. О встрече, о взаимоотношениях Достоевского и Татлебина. Ну, это вообще никто не знает. Это такая история, это такая страница его жизни, о которой, может быть, даже никто и не подозревает, потому что все знают его как знаменитого военачальника, как по учебникам которого учится вся Европа, когда в Европе есть множество населенных пунктов с названием его фамилии Татлебин. А вот о этом аспекте его жизни вообще мало кто знает. Как о личности и о человеке. Давайте послушаем об этом. 23 апреля 1849 года в Санкт-Петербурге арестована группа оппозиционеров, которых называли по имени организатора кружка Михаила Петрашевского «петрашевцами». Среди 24 арестованных и 28-летний литератор Федор Достоевский. Суд над ними был скорым, приговор расстрельным за их политические убеждения. Накануне исполнения приговора Николай I его отменяет и заменяет ссылкой и каторгой. Но инсценировка казни была проведена 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу Петропавловской крепости и оказала угнетающее влияние на многих петрашевцев. Достоевский писал «Десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти я буду вспоминать до конца жизни». Каторгу он отбывал в Сибири, в Омской крепости, а затем военнослужащим в Семипалатинске. Здесь в Семипалатинске он влюбился в замужнюю женщину, Марию Дмитриевну Исаеву. И когда она овдовела, он ей сделал предложение и начинает хлопотать о производстве в офицеры. Без этого ему, политическому ссыльному, брак не разрешат. В Семипалатинске ему помогают генерал-губернатор Западной Сибири Густав Гасфорд, Семипалатинский прокурор барон Врангель, но надо заручиться помощью в Санкт-Петербурге. В письме барону Врангелю в марте 1856 года Достоевский пишет. «Есть у меня до вас много просьб. Ради Христа исполните все. Первая просьба. Вы найдете тут письмо Эдуарду Ивановичу Татлебину. Вот у меня какая идея. С этим человеком я когда-то был знаком хорошо. С братом его я друг детства. Человек он добрый, простой, с великодушным сердцем. Он это доказал. Настоящий герой севастопольский. Достойный имен Нахимова и Корнилова. Снесите ему мое письмо». Барон Врангель выполнил просьбу писателя. Он отвозит письмо Достоевского в Санкт-Петербург и вручает его Татлебину. Письмо большое, обстоятельное. Достоевский понимал, что его судьбу может решить только император. И что это письмо, если ему будет дан ход, будет читать император. Поэтому это письмо исповедь, письмо извинения, письмо просьба. Вот что он пишет Татлебину. «Ваше слово может много значить теперь у милосердного императора нашего, вам благодарного и вас любящего». Вспомните о бедном изгнаннике и помогите ему. Достоевский понимал, какая пропасть в данный момент лежит между ним и Татлебиным. Он пишет. «Я знаю, что написав это письмо, я сделал новое преступление против службы». Простой солдат пишет генерал-адъютанту. «Но вы великодушны, и вашему великодушию веряю себя». Достоевский не ошибся. Татлебил принял живое участие в его судьбе. Он дал ход этому письму. Письмо он отправляет в штаб генерал-инспектора по инженерной части великого князя Николая Николаевича. И в мае 1856 года начато дело о производстве в прапорщике унтер-офицера политического ссыльного сибирского линейного батальона Федора Достоевского. К этому делу было приложено письмо Достоевского Татлебину и на письме резолюция. Его величество приказать соизволил написать представление о производстве Федора Достоевского в прапорщике. Приказ о производстве Достоевского офицера был подписан 1 октября 1856 года. Достоевский написал Татлебину три письма, все письма с просьбами. И Татлебин выполнил эти просьбы. В 1859 году он содействовал переезду Достоевского из Твери в Санкт-Петербург. Достоевский с благодарностью писал Татлебину. Вы, приняв участие в судьбе моей, сделали для меня столько добра и дали мне возможность начать новую жизнь. Это фрагмент чернового материала. Возможно, он будет перекрыт какими-то изображениями, рисунками, видео. Документами. Документами. Будет интересно, но упустить такую информацию, оставить без внимания было бы невозможно. Когда же будет окончание, когда уже увидим итоговый фильм? Есть ли у вас сроки? Да, конечно. Эти сроки ограничены, конечно, рамками проекта. И мы планировали в сентябре уже сделать первую презентацию этого фильма. Потому что, я думаю, что к этому времени фильм уже будет отснят. Будем ждать с нетерпением. И тогда, конечно же, милости просим в программу специальный показ. Спасибо. А мы будем ждать вашего приглашения. Напомню, с Натальей Викторовной Гарматей, председателем Севастопольской региональной благотворительной общественной организации Центр духовно-патриотического просвещения имени адмирала флота Павла Степановича Нахимова, руководителем проекта «Честь и верность» генерал Эдуард Татлебин, мы беседовали сегодня о работе над проектом. Таким был день. Я желаю хорошего информационного вечера и до встречи на следующей неделе. Продолжение следует...